В конце октября 1996 года, после всех печальных событий, происшедших в нашей Задонской обители, я жил в полузатворе у владыки Никона в мужском монастыре. Мое состояние было тяжелое, подавленное, только вера в промысл Божий и его волю укрепляла меня, не давала упасть духом. Но, как сказано в Священном Писании, искушения свыше сил человеку не посылаются, с ними подается и избытие. И вот как однажды утешил меня Господь. 2 ноября, сразу после обеда, я отдыхал в своей келье, лежа на кушетке. С умами я начал было дремать, но еще не спал, и вдруг вижу, открылась дверь, и на пороге тихо появился покойный митрополит Иоанн Снычов. Он выглядел так же, как его обычно изображают на портретах, в белом клобуке, рясе на груди, по ноге. Владыка прошел в келью, встал возле моей кровати у ног и благословил меня, перекрестив золотым крестом, который он держал в руках. А затем он так же тихо исчез, как и появился. Я тот час позвал Иннокеню, Корнилию и рассказал ей случившееся. Оказалось, что это произошло как раз на годовщину памяти Владыке Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Спустя несколько дней я как-то прилег отдохнуть после обеда, и вдруг услышал колокольный звон. Ясно, отчетливо гудели в небе огромные колокола, как будто кто-то быстро и умелой рукой вызванивал перебор. По звуку и разносящемуся гулу я понял, что они весом от 20 до 30 тонн каждый. И вдруг сообразил, ведь у Владыки Никона нет таких колоколов. Самый большой благовестник весит лишь 630 килограммов. Я позвал Иннокеню Корнилию, которая мыла посуду, и спросил, ты слышишь колокольный звон? Нет, ничего не слышу. Да и какой звон? Время три часа дня. Литургия уже давно кончилась, а на вечернюю звонить еще рано. И сам я понял, что это звонят не в монастыре, а на небе. Господь посылает благую весть. Около пяти-семи минут я, сидя у окна, слушал этот звон. Мне никогда не доводилось слышать такой красивый, низкий и густой звук колоколов. Позднее у одного из оптинских старцев довелось прочитать толкование. Слышать во сне колокольный звон – это знак к переезду на другое место жительства. Знамение каких-либо перемен в жизни. А этот звон был даже не во сне, а наяву. И действительно, спустя несколько дней мы всей общиной выехали в Суздаль. Сам Господь благословил нас на этот переезд колокольным звоном и явлением своего угодника. Источник. Архимандрит Петр Кучер. Блюдите, оба как опасно ходите. По благословению Архимандрита Кирилла. Павлова.